2017 был непростым, но результативным. Город погасил долги, успешно вошел в федеральные программы и вложил почти 15 миллиардов рублей в образование. Сегодня в конце учебного года мы подведем некоторые итоги прошлого календарного года и нынешнего образовательного. В эфире город-парламент. Я Марина Богданова. Поговорим просто о политике. Здравствуйте. Напрячься, затянуть пояса и все получится. Краснодар почти погасил кредиторскую задолженность, которая копилась пять лет. А еще город прирос зеленой зоной площадью почти в 200 гектаров и получил потенциальный промышленный кластер. Об этих и других итогах заседания Гордумы Краснодара расскажем в следующем сюжете. Год был непростым, но результативным. Финансовые итоги 2017-го обсудили городские депутаты. Парламентарии решили, муниципальный бюджет был исполнен успешно. Удалось решить немало острых проблем. В частности, погасить кредиторскую задолженность перед подрядчиками, поставщиками товаров и услуг, которая копилась пять лет. Также дефицит бюджета сократился почти в трое и впервые за шесть лет составил 462 миллиона рублей. Ликвидировали кредиторскую задолженность в сумме 3,5 миллиарда рублей. Мы снизили дефицит бюджета. И все социальные гарантии, которые давались населению, по сути дела, администрация, города и депутаты городской думы выполнили. То есть, можно сказать, что исполнили мы неплохо, ранее принятый бюджет на 2017 год. Скорректировали бюджет этого года. Городская казна пополнилась на 105 миллионов рублей. Львиная доля этих средств – поступление из края. Еще 10 миллионов – добровольные пожертвования. Эти деньги в основном пойдут на вопросы социальной политики. Это 26 миллионов рублей на покупку лекарств. 20 миллионов рублей будет потрачено на обеспечение жильем молодых семей. Порядка 20 миллионов рублей мы потратим из этих средств на реконструкцию дорог, ремонт дорог. Для пополнения Краснодарской казны на заседании установили цену нескольких объектов городской недвижимости, которые можно будет с выгодой продать на торгах. Расширились и возможности для заработка городских мупов. Раньше цены на их услуги были строго фиксированы. Теперь они будут иметь некий люфт, в рамках которого муниципальные предприятия смогут участвовать в электронных аукционах по краю. А значит увеличить обороты, прибыль и как следствие налоговое отчисления городу. С учетом того, что у нас фиксированный тариф, утрированный рубль, никакой муп не может играть на торгах и опуститься до 98 копеек или до 97 копеек. Вот мы сегодня в соответствии с распоряжением главы будет посчитан минимальный тариф и максимальный. Естественно, будет официально в соответствии департамент цены тарифов. Это все пересчитает и даст возможность МУПу, что он может минимально торговать свою услугу, утрированно за 93 копейки, а максимально за рубль 15. Инвестиционную программу Краснодар-Водоканала, наоборот, пришлось урезать. Ее финансирование напрямую зависит от доходов предприятия, а они сейчас несколько уменьшились. Изменения связаны в первую очередь с тем, что недополучили доходы за счет обращений застройщиков. Это новых микрорайонов по строительству многоквартирных домов. Поэтому, не получив дохода, соответственно, нельзя было выполнить те мероприятия, которые были учтены. Парламентарии также передали в Край четыре городские поликлиники. А еще внесли текущие изменения в программу по выполнению наказов избирателей и устав Краснодара. Например, по проектам генеральных планов или правил землепользования и застройки теперь необходимо проводить публичные слушания. Раньше эта процедура была желательной, но не обязательной. Расширились и полномочия мэра. Теперь глава города Краснодара имеет право, значит, ну это как бы в статье 36-й внесены изменения, что он может делегировать полномочия по постановлениям, подписанию постановления своим замам, которые курируют непосредственно то или иное направление. В компетенцию городской думы полностью переходит благоустройство, разрабатывание, так сказать, самой программы по благоустройству, ну и контроль по благоустройству. Решением городского парламента также внесены изменения в правила землепользования и застройки. Так, в поселке Березовом зарезервирован участок площадью в 12,5 гектаров, на котором планируется размещение промышленных предприятий. Так что в перспективе там появятся новые рабочие места. Это не делалось под конкретного инвестора. Это делалось с целью того, чтобы в этом сельском поселении было место для размещения промышленности. То есть участок подготовлен, его целевое назначение приведено в соответствии с генпланом и ПЗЗ. Зайдет инвестор и будем рассматривать, что там будет. А большой остров, расположенный позади Солнечного в Карасунском округе на берегу озера Старая Кубань, официально стал сплошной зоной зелёных насаждений размером почти в 200 гектаров. Новый статус позволит в будущем избежать посягательств на территорию парка со стороны бизнеса. Всего на 55-й сессии Гордумы депутаты рассмотрели два десятка вопросов. Еще один важный вопрос – строительство школы в хуторе Ленина на тысячу мест. Депутаты обсудили его, так сказать, сверх повестки дня. 1 сентября ученики уже должны сесть за новые парты и приступить к занятиям. Но для этого, уверены городские парламентарии, темпы работ необходимо форсировать. Представитель подрядной компании обещает, строители уложатся в сроки и сдадут объект до конца июня. Депутаты, в свою очередь, настаивают, нужно срочно увеличить количество рабочих. Накануне парламентарии побывали в школе с инспекцией и сами смогли оценить ситуацию. Людей на объекте работает очень мало. Много работ предстоит сделать по благоустройству существующей площадки вокруг школы. Нет еще спортивной зоны, а она должна быть. Очень много общестроительных работ необходимо выполнить до 15 июня. Такую задачу депутаты вместе с мэром, который присутствует у нас на заседании городской думы, поставили перед застройщиком. Значительно лучше обстоят дела с объектами по программе выполнения наказов избирателей. Она вступила в решающую фазу. Завершается проектирование, на некоторых адресах уже трудятся рабочие. Как только закончатся школьные экзамены, строители приступят к работам, которые нужно выполнить в учебных заведениях. Школы и дошкольные учреждения – это, естественно, асфальтировка территории. Первое, второе по детским дошкольным учреждениям – это и ремонты внутри помещений. То есть это и туалетные комнаты, ремонт фасадов, ремонт крыш, ремонт беседок по школам. То же самое. Это и сплит-системы, опять же, ремонт помещений внутри, как классных комнат, приобретение определенного оборудования. А в молодежном решается вопрос со строительством долгожданной школы на 1100 мест. Проектная документация уже прошла госэкспертизу. Получено и разрешение на строительство. Учебное заведение инвестор построит за свой счет, а потом его выкупит муниципалитет. К работам в молодежном застройщик приступит в следующем году, после сдачи школы на улице Байбакова в Московском. И еще об образовательных объектах. Шесть пристроек к детским садам на 40 мест каждая. Сдали в эксплуатацию в прошлом году только в юбилейном микрорайоне. И еще одну на 80 мест возвели на улице Володарского. По федеральной программе жилища начали сооружать два детсада в пригороде. В поселках Индустриальном и Плодородном два. Развернулись и школьные стройки. На 1550 мест на улице Героя Аверкиева в Восточно-Кругляковском, а также на 1100 мест на улицах Марины Цветаевой и Красных партизан. Наполовину готов корпус на 400 мест в 23-й гимназии. Работы идут полным ходом. Об этом в том числе шла речь на брифинге для журналистов по итогам работы в прошлом году Комитета по образованию, культуре, вопросам семьи и детства Городской думы Краснодара. Всего в 2017-м на отрасли образования из казны выделили более 14 миллиардов рублей. Председатель комитета Владимир Белоусов отметил, что несмотря на сложности с бюджетом, удалось сохранить и городские гранты для молодых педагогов. Победители различных профессиональных конкурсов, которые в системе образования, это 50 педагогов, 50 воспитателей и 15 представителей системы дополнительного образования получили по 50 тысяч рублей. 68 миллионов добавили отрасли и городские парламентарии по программе выполнения наказов избирателей. Еще 7 миллионов вложили в учреждения культуры. Депутат Игорь Самохин проиллюстрировал, как распределяются средства на примере его третьего избирательного округа. Мы в раздел образования выделили полтора миллиона рублей. Это пошли на школу и так далее. В разделе физической культуры около миллиона рублей. На многих объектах по наказам горожан подрядчики уже приступили к работам. Приоритет, конечно, тем, которые необходимо выполнить для детворы до начала летних каникул. Прежде всего, это игровые и спортивные площадки. Продолжаем тему. Краснодар может гордиться своей молодой сменой. В Краевом центре наградили самых одаренных детей, а также их родителей и педагогов. В этом году кубанская столица поставила очередной рекорд. В различных предметных олимпиадах приняли участие 40 тысяч юных умников и умниц. А это почти треть учащихся города. Всего на сцену органного зала вышли две сотни лауреатов. Это победители городских, краевых и всероссийских интеллектуальных состязаний. Их наставники и руководители школ. От 10 лучших мам и пап города получили медаль «Родительская слава». Семья у нас очень дружная. Трое детей. Иришке 15 лет, Андрею 12 и Оленьке 8 лет. Они все занимаются в межшкольном эстетическом центре, очень хорошо учатся. Я вообще считаю, что эта медаль не одному человеку дана, а всей семье, потому что все трудятся. Очень приятно, что за это еще и награждают. Конечно же, ежегодно мы награждаем лучшие семьи медалью «Родительская слава». Она была учреждена в 2006 году решением городской думы. И за это время получили эту медаль уже 192 семьи. Это лучшие семьи. Это те семьи, где действительно соблюдается лучшая семейная традиция. И где родители занимают активную жизненную позицию. Ранее список семей, которые получат родительские медали, утвердили на заседании городской думы. Среди звездных родителей 9 мам и 1 папа. Кино без попкорна. В один из последних учебных дней 700 школьников Прикубанского округа погрузились в кошмар 75-летней давности. Посмотрели дебютный фильм Константина Хабенского «Сабибор». Сюжет рассказывает о единственном в истории Второй мировой войны успешном восстании в одноименном концлагере, который находился на территории Польши. Старшеклассники заняли сразу три кинозала одного из краснодарских торгово-развлекательных центров. А билетами их обеспечили городские депутаты. Инициатором акции стала заместитель председателя думы Галина Ермакова. Парламентарии считают, школьникам необходимо посмотреть этот фильм. Не прикрытую правду о звериной сущности фашизма. Да, я понимаю, что для нервов это не очень хорошо, но из-за этого мы младшеклассников не взяли. Но мы хотим, чтобы наши дети не только знали именно победы, именно праздничные стороны вот этой войны. Мы хотим, чтобы они знали вот именно тяжелые тоже стороны, что было, через что прошли. Именно через что прошло наше население. Из-за отношения к военнопленным, попавшим в концлагеря, советское правительство считало их предателями. Но сегодня режиссер Хабенский показал жестокость, боль, смерть концлагеря. Но в то же время он увидел в этом и мужество, и желание жить, и побеждать. Наверное, ничего чудовищнее концлагерей самый извращенный мозг измыслить не мог. Картина потрясла и детей, и взрослых. Эмоциями делились, едва выйдя из кинозала. Я была на показе в Москве этого фильма, и когда я посмотрела фильм, я, конечно, была сражена идеологией этого фильма, таким правильным сюжетом и реалистичностью фактов, потому что это все на реальных событиях. Это те ужасы, которые даже за 70 лет эта рана кровоточена, никогда не зарастет, и мы должны об этом помнить. Я не ожидала, что будет настолько эмоциональный фильм, настолько правдоподобный, и эмоции переполняют, потому что это фильм реально стоящий посмотреть его. Были такие моменты, когда хотелось закрыть глаза, не смотреть просто, потому что были очень ужасающие и страшные моменты. По окончании киносеанса депутаты вместе со школьниками обсудили, какие выводы сделали подростки после просмотра. И вот остались позади школьные будни. Контрольные тетрадки, домашние задания. Родители, учителя и будущая смена, младшеклассники, проводили в большую жизнь краснодарских выпускников. 11 тысяч девятиклассников и 4 тысячи одиннадцатиклассников оперились и вылетели из школьных гнезд краевого центра. Причем в день святых равноапостольных учителей славянских Кирилла и Мефодия, создателей старославянской азбуки, благодаря которым в значительной степени мы и имеем современную систему образования. Последний звонок прозвучал и в 92-й гимназии. 11 класс Лира с красными лентами и Ригель с синими. Здесь классы носят имена звезд. Простились со школьными буднями выпускники 92-й гимназии. Этот год для учебного заведения юбилейный. Гимназии исполнилось 25 лет. И для 11-ти классников устроили полноценное двухчасовое шоу с казачьими и современными танцами, хороводом дымковских игрушек, душевными песнями и шуточными сценками про тяжелый груз школьных знаний. Похожи учебники на кирпичи размерами, формой и весом. Тому, кто решил аттестат получить, желательно быть геркулесом. Гимназисты также провели парад на гироскутерах, демонстрируя достижения гимназии. За четверть века их накопилось немало. Школа входит во все топы лучших образовательных учреждений страны. Гордится стобальниками и победителями всероссийских и международных олимпиад. Вот только в стенах гимназии становится тесно. Учителя и ученики мечтают о пристройке к учебному заведению, новых спортзалей и столовой. Председатель городской думы Краснодара Вера Галушко уверена, что мечты сбываются и пожелала выпускникам приумножать славу альбоматор. Впереди у них очень ответственная пора – сдача единого государственного экзамена. Мы искренне желаем нашим выпускникам, чтобы они сдали успешный экзамен и чтобы, конечно же, их мечта сбылась. Они поступили в тот вуз, который, по сути дела, будет судьбоносным на всю жизнь для них. Вообще не верится, что 11 лет пролетели так незаметно, и пока в голове не укладывается мысль, что я больше не приду в эту школу и не пойду, как обычно, на урок. У меня есть волнение, конечно же, перед экзаменами, но я думаю, что я хорошо сдам экзамены и поступлю туда, куда хочу. А потом, перед самым последним звонком выпускников, как солдат перед боем, благословил протоиерей настоятель храма всех скорбящих радость Алексей Касатиков, который, кстати, на днях был награжден медалью «Родительская слава». И ребята станцевали свой первый вальс, который, как бы не повернулась судьба, запомнится им навсегда. Дальше у нас по традиции гость. Сегодня это председатель Комитета по образованию, культуре, вопросам семьи и детства Городской думы Краснодара Владимир Белоусов. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Здравствуйте. Во всех школах города прозвучали последние звонки. Понятно, что впереди еще и экзамены, но, тем не менее, первые итоги уже можно подводить. Итак, как закончился этот учебный год и для школьников, и для самих учебных заведений? Ну, если говорить об итогах учебного года, то Краснодарская система образования традиционно занимает лидирующие позиции. И не только в нашем регионе, но и в целом всегда мы добиваемся неплохих результатов в различных рейтингах всероссийских и так далее. Ну, вот около пяти лет тому назад Министерство образования и науки Российской Федерации новый рейтинг разработало систему оценки учебных заведений, которая звучит как ТОП-500, уже хорошо всем известно. И в этом году также наши учебные заведения, лицеи, гимназии, школы тоже вошли в этот рейтинг. Ну, достаточно сказать, что в ТОП-500 это у нас гимназии 25, 36, 69, 92, лицеи номер 90 и школа 101. Также, как обычно, тоже в последние годы успешно проводили наши учащиеся, участвуя в олимпиадах, различных конкурсах. Ну, всероссийские олимпиады предметные, 30 краснодарских школьников прошли отборочные уровни, это муниципальные, региональные, и участвовали в финальных, в общем-то, конкурсах. И из 30 человек 10 призеров, а одна ученица, это девятиклассница лицея номер 90, Настя Андреева стала победителем Всероссийской олимпиады по русскому языку. Ну, и также различные научно-практические конкурсы, другие, в общем-то, соревнования предметные, научные. Эврика себя хорошо зарекомендовала научного общества. Ну, результаты, как всегда, на уровне. Ну, прежде всего, тогда позвольте вас поздравить, как директора 90-го лицея. Вы много лет руководите этим учебным заведением. И вашу ученицу, которая заняла первое место на Всероссийской олимпиаде, особые поздравления. Ну, и, конечно, за то, что очередной раз школа лицей вошла в топ-500. Если я ничего не путаю, то это уже четвертый год подряд. Ну, вы совершенно точно сказали, да, из пяти, в общем-то, четырежды мы были в топ-500. И один раз топ-100 – это сотня лучших учебных заведений России по номинации математика и оборонно-спортивная работа. Естественно, я не могу спросить о наличии мест в школах. Идет в городе большая стройка. Очень много строится сейчас новых школ, пристроек к школам. Хватит ли на ближайшее время учебных мест? Ну, и, конечно же, с прицелом на будущее к 2025 году, поскольку все школы должны перейти на обучение в одну смену. Каковы перспективы? Город успеет? Да, мы, конечно же, знаем о той задаче, которую поставил президент, то, что касается перехода к 2025 году, как вы сформулировали вопрос, совершенно верно. Ну, я вот, мы уже не первый год, скажем так, говорим об этой проблеме. И я повторюсь, что, конечно, у Краснодара здесь все-таки, наверное, немножечко особое, так сказать, положение и особая ситуация. Поскольку даже по официальным данным, с точки зрения внутренней миграции в пределах Российской Федерации, после Москвы и Петербурга Краснодар уверенно занимает третье место. То есть огромное количество людей, которые приезжают сюда на постоянное место жительства с детьми, вот, и прирост, конечно, в общем-то, очень большой. Вот на сегодняшний момент 300 тысяч детей у нас в Краснодаре официально, в общем-то, зарегистрировано. И из них 126 тысяч – это школьники. И, конечно, для того, вот смотрите, я вам назову только цифры. Вот сейчас у нас 92 школы, скажем так. Для того, чтобы вот именно решить эту задачу, нам ровно такое же количество нужно построить еще тоже 92 школы. Строительство одной школы – это где-то, ну, миллиард 200, миллиард 300 до полутора миллиардов рублей. Ну, вот, можем себе представить, да, с точки зрения затрат, но это только строительство, а потом их еще нужно содержать. Вот, поэтому сейчас около 40% у нас обучается во вторую смену. То есть, как бы это банально ни звучало, задача архисложная, но, тем не менее, мы прекрасно знаем, да, потенциал нашего государства, нашей страны, что если мы очень захотим, и если ставятся задачи и прилагаются все силы, то эта проблема решается. Примеров можно массу приводить за последние годы. Вот, и то, что, в общем-то, намечен прорыв в этом плане, только буквально вот несколько примеров. Если последние годы мы более чем одну школу в год не вводили, да, то сейчас, в общем-то, и пристройки, и на выходе, так скажем, ну, это многострадальная школа, конечно, хутор Ленина, уже в этом году она будет сдана, будет выкуплена школа на улице именно Героя Яцкого на полторы тысячи мест. В следующем году планируется введение четырех школ также в эксплуатацию, плюс пристройки, то есть это несколько тысяч мест, то есть процесс пошел. Вот, ну, мы же оптимисты, да, будем надеяться и верить в лучшее, и раз задача поставлена, ее будем выполнять. И опять же, как вы сказали, школы нужно не только построить, их еще нужно содержать. Но содержать нужно и действующие школы, закупать новое оборудование, менять мебель, делать асфальтировку, благоустраивать территорию и так далее. То есть очень много видов работ, в которых в том числе в значительной степени помогают депутаты Городской думы благодаря программе по выполнению наказов избирателей. Вот в этом году более 50 миллионов по этой программе ваши коллеги вкладывают. Какие уже работы начаты? И в чем вообще больше всего на сегодняшний день школы нуждаются? Ну, школы нуждаются во всем, да. Ну, проблема ремонта, она постоянно существует. Где-то капитальный ремонт, где-то текущий, да. Школы, они, в общем-то, по своему возрасту тоже разные, да. Есть такие, которые уже там до 100 лет как существуют, но есть помоложе. Поэтому, конечно же, нужно постоянно, так сказать, ремонтом заниматься летним. Приобретение оборудования тоже, безусловно, это, так скажем, тоже процесс, скажем так, перманентный. Кроме того, та же техника, она ведь имеет свойства и физически, и морально устаревать. Ну, и вот в текущем году через, скажем так, бюджет и департамент образования на ремонт школ выделено 164 миллиона рублей. И правильно вы заметили, что он уже традиционно так сложилось. Я благодарен, конечно, своим коллегам, что вот той статьей, которую мы называем как наказа избирателей, приоритет всегда отдается образованию. Действительно, вот сумма этого года где-то около 50 миллионов рублей. Ну и, конечно, я хочу сказать здесь еще, есть один такой момент, сейчас это достаточно активно культивируется, учебные заведения всячески поощряются. Есть такое понятие, как дополнительные платные образовательные услуги. И, в общем-то, я вам только вот пару примеров скажу. По итогам, так сказать, отчетного года, вот, например, в 87-й гимназии, там где-то около 9 миллионов, школа за счет своих услуг заработала, лицей номер 98 миллионов. А это, я вам скажу, тоже, в общем-то, достаточно существенная прибавка к нашему, так сказать, бюджету. И мы имеем право эти деньги тратить не только, там, скажем так, на заработную плату, но в том числе и на приобретение оборудования, на проведение ремонта. Так что эта инициатива поощряется, и это тоже неплохо. Спасибо, Владимир Алексеевич, что ответили на наши вопросы. Мы продолжаем нашу программу. К другим темам. За праздничной суетой конца учебного года текущая работа парламентариев не останавливается. В пригородах Краснодара отремонтируют гравийные дороги, а музыкальный микрорайон в перспективе обзаведется полноценной канализацией. Эти темы обсудили на планерке в Гордуме. На содержание дорог в поселках Российском, Краснодарском, Индустриальном и Знаменском выделено 100 миллионов рублей, а нужно в три раза больше. На 27 участках работы уже выполнены. В планах еще 44. Вопрос тяжелый, поскольку финансирование на 2017 год есть не в полном размере. Но сотрудники департамента заверили, что работа пытается и организовывается по мере возможности. И есть диалог с администрацией Краснодарского края на выделение дополнительных средств для того, чтобы эти дороги содержать на лежащем уровне. Хорошие новости для жителей одного из самых проблемных районов города – музыкального. Депутаты ознакомились с планами по строительству там ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. Новые сети должны избавить территорию от постоянной угрозы подтопления. К работам привлекут застройщиков. Сейчас ведется проектирование планировки музыкального. Свою готовность оказать финансовую помощь в реализации масштабных проектов уже подтвердила Краевая администрация. И на этом наша программа подошла к концу. Выпускникам школ мы желаем только хорошо и отлично сдать экзамены и поступить в те учебные заведения, о которых мечтается. А всем остальным школьникам разнообразно отдохнуть на каникулах и набраться сил для следующего учебного марафона. Кстати, в этом году на летний отдых детей из консолидированного бюджета выделено более 700 миллионов рублей на путевки в лагеря труда и отдыха и на организацию временной занятости подростков. Увидимся снова уже в июне и вновь поговорим просто о политике. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова